Здравствуйте, дорогие мои друзья и соратники! В этом выпуске вас ждет полный разрыв шаблонов с последующим закипанием мозга, потому что сегодня мы начнем из частей собирать целое. И та картина, которая соберется в итоге из этих пазлов, если не полностью меняет представление об окружающем нас мире, то как минимум изменяет угол обзора. С одной стороны, я считаю этот выпуск преждевременным, так как в мои планы входило дать вам еще несколько вводных, которые помогли бы вам более осмысленно воспринимать то, о чем мы будем здесь сегодня говорить. Ну а с другой стороны, когда-то же надо начинать. В общем, сегодня я попытаюсь показать вам общую картину, вернее то, как мы это видим, дабы потом спокойно из выпуска в выпуск разбирать ее на составляющие. Ну а толчком послужили два предыдущих выпуска. Читая комментарии, я пришел к выводу, что существенная часть моих уважаемых зрителей вообще не понимает, о чем я говорю. И это исключительно моя оплошность, которую я постараюсь исправить именно в этом выпуске. Поэтому я покажу вам общий масштаб. Ну а перед тем, как приступить, небольшое объявление. Дорогие мои друзья, 23 июля я стартую свою очередную экспедицию. Я планирую посетить три уникальных места, о которых по возвращению я вам расскажу и покажу их. Более того, помимо основной моей банды, с нами поедет профессиональная съемочная группа. В общем, экспедиция получится, мягко скажем, затратная. Но материал, я надеюсь, привести качественный и интересный. Но несмотря на все, я, конечно же, совсем справлюсь. Но тем не менее, от материальной поддержки я также не откажусь. Поэтому, дорогие мои друзья, если у вас возникнет желание и главная возможность, то я вам буду весьма признателен. Ну а номер моей карты, как, впрочем, и все остальное, будет, как всегда, в описании. Основной старт у нас планируется 26 рано утром, но в Мурманск прибуду я либо 24 вечером, либо 25 с утра. Поэтому в воскресенье 25 июня, можно будет организовать не только встречу с соратниками, но и куда-нибудь сгонять. Да к тому же лабиринту, например. Или наоборот, вы мне что-то интересное покажете. Подробности я опубликую на своей странице ВКонтакте. Ну а я, с вашего позволения, начну. Итак, перед вами третья часть моего сериала под общим названием «Аномалия. Западные лица». Основой этого выпуска послужили аналитические материалы старшего офицера-подводника, известного вам как дедушка Хельг. Для удобства воспринимаемой информации, которая будет озвучена в этом выпуске, я буду использовать прием, который называется «Интервью с элементами платоновских диалогов». Ну а начнем мы с карты. Итак, перед вами та самая карта, которую я хотел вам давно показать. И называется она «Карта аномального магнитного поля России и прилегающих акваторий». Ну а по традиции все ссылки будут в описании. Но нас в данном случае интересует не вся карта, а конкретное место. И что же мы тут видим? Я имею в виду, помимо ярко выраженной аномальной активности, да тут какая-то, простите, черная дыра. И главное, где? В столице не только атомного флота, но и всевозможных аномалий. И вот их как раз в дальнейшем мы будем подробно рассматривать и описывать. Но обо всем по порядку. Кстати, из собственных наблюдений могу сказать следующее. У нашего севера есть феномен, который напрямую связан с магнитной аномалией. Просто он, наверное, никогда не рассматривался с научной точки зрения. Суть феномена очень простая. Практически все те, кто там хоть раз побывал, хотят вернуться обратно. Их туда буквально притягивает. Причем никто конкретно не может ответить, что именно их туда притягивает. Более того, это желание возникает буквально на физиологическом уровне. Но есть и другая категория людей. Правда, она очень малочисленна. Это те, кого север отторгает. И помимо самого желания туда вернуться, он напрочь отсекает любые возможности. Ну а теперь давайте представим, что рассматриваемый нами объект – это айсберг. Ну а почему именно в качестве наглядного пособия мы выбрали его, вам пояснит наш собеседник. Вот скажи-ка мне, что ты здесь видишь? Ты видишь здесь море. Очертания красивые, прошу заметить, женской фигуры. И в принципе мы можем предположить, что это Снежана Карловна айсберг. Будущая жена Мичмана Криворучка, который прославился фразой, расходимся по одному. Если что, мы геологи. Ну а если серьезно, то наш айсберг – это не только то, что ты видишь. Это еще подводная, надводная и верхняя части. К тому же он еще и плавает. И плавает наш гранитный айсберг по мантийным течениям из железа и никеля, как печенька в киселе. Толщина нашей гранитной печеньки от 10 до 25 километров. И плывет он по смазке из расплавленного гранита с температурой плавления всего 625 градусов по Цельсию. А в самом низу нашего айсберга ферромагнетик, железо и никель в мантийных течениях. Такие массы локально вызывают магнитные аномалии и влияют на гравитацию, плюс еще никель в самом граните. А есть еще намывной, на дне речек и в их дельте, а также множество электропроводящих металлов. От цинка до золота. А вот верх нашего айсберга это, пожалуй, самое интересное, потому что до сего момента мы этот вопрос не поднимали. Это явление называется КАСП. Термины и определения. КАСП – область в околополуденной части магнитосферы, имеющая вид воронки, расширяющаяся от земли до магнитопаузы и разделяющая силовые линии дневной магнитосферы геомагнитного хвоста. Государственный стандарт Союза СССР 25645.109-84. Об этих воронках известно давно. Как видишь, даже в госстандартах есть. И если с середины 20 века были только гипотезы, то к 80-м годам уже были доказаны с замерами со спутников. Почему ученых волнует эта тема? Потому что эта проблема уже давно стратегического характера. От нее зависит устойчивость энергетических систем государств и нарушение связи, до реальных помех спутниковыми системами навигации и выхода из строя радиоэлектроники и даже двигателей самолетов. Ну а теперь угадай, где все это происходит. В общем, черная аврора в КАСП есть всегда, и она быстро изменяется по форме в зависимости от силы ударов солнечного ветра и внешнего межпланетного магнетизма. КАСП-поворонки имеет структуру, внешне напоминающую глаз циклона, если смотреть сверху. Новые данные показали, что черная аврора появляется в тех местах, где есть дыры в ионосфере. Именно там, где генерируется полярное сияние. Обычное полярное сияние образуется следующим образом. Электроны, двигаясь вдоль силовых линий магнитного поля, попадают в ионосферу, либо из солнечного ветра, проникая через КАСП, либо из хвоста магнитосферы. Эти электроны взаимодействуют с нейтральными атомами или молекулами ионосферы, в результате чего атомы переходят в возбужденное состояние, время жизни которого от 8 до 10 секунд. Возбужденный атом быстро переходит в основное состояние или в состоянии с меньшей энергией, испуская излучение в видимом диапазоне длин волн, которое и дает ионосферное свечение, а именно полярное сияние. Черная аврора создается обратным механизмом. Заряженные частицы, вызывающие свечение, вытягиваются из ионосферы в космическое пространство, и в результате в ионосфере образуются дыры в виде несветящихся областей. Комплексные измерения позволили понять, насколько масштабны вертикальные структуры, образующие черную аврору, и как долго они могут существовать, и как они изменяются с высотой. По краям КАСП – сильно возмущенная аврора с электромагнитными векторами, которые затягивают ионы и плазму к Земле, а в центре все с точностью наоборот. Учитывая локальные ферромагнитные аномалии Кольского, то сильное изменяющееся во времени перемагничивание приводит к колебательным процессам и в самой гранитной породе за счет магнетострикции. Отсюда же возникают звуковые и радиоизлучения от инфразвука до ультразвука в звуковом диапазоне. Новости науки. 10 апреля 2020 года Беппи Коломбо успешно совершил свой первый из девяти и единственный вблизи Земли гравитационный маневр, пролетев на минимальном расстоянии 12700 километров от планет. В это время бортовые камеры станции получили набор снимков, а многие приборы собрали научные данные о нашей планете для своей калибровки. В частности, два магнитометра, установленные на выносной стреле зонда МРО, исследовали магнитное поле вблизи нашей планеты. Ученые преобразовали полученную зависимость величины индукции магнитного поля от расстояния до Земли в звуковую дорожку. Она начинается с прохождения станции головной ударной волны, где солнечный ветер сталкивается с магнитосферой Земли и тормозится, а затем и магнитопаузы, где уравновешивается давление солнечного ветра и давление собственного магнитного поля планеты. По мере приближения к Земле индукция магнитного поля растет. Ее максимальное значение составило 1131,2 нанотесла. Для сравнения, индукция поля вблизи поверхности Земли составляет от 25 до 65 микротесла, в зависимости от географического положения наблюдателя. Затем станция начинает удаляться от планеты, что проявляется в плавном снижении значения магнитного поля. Ну а теперь давайте посмотрим на график и послушаем звучание этой песни. Итак, подытожим. У нас в Заполярье постоянно находится вход и выход из космоса, и он имеет форму воронки. В момент активации резко от 100 до 2000 раз усиливаются магнитные поля вектора магнитных линий с направлением от Солнца на магнитный полюс. Система КАСП неоднородна и быстро меняется в размерах и объемах, а размеры от 500 километров. Что при этом происходит? Самое простое – это искажение магнитных полей для ориентации и навигации. Например, радионавигационные системы для кораблей, самолетов, плюс радио – девиация. Почему при Советском Союзе об этом народу не говорили, гост-то был, полагаю, чтобы не пугать. Ну, чтоб не разбежались с Заполярья. Ну а самое сложное – да все что угодно. А если кратко, все полетит к чертовой бабушке, и человечество вновь откатится в каменный век. В общем, дополнительные материалы, на которые стоит обратить внимание, я прилагаю – читайте и умножайте скорбь знаниями. Ну, и как вам все это, дорогие зрители? Мозг еще на месте? Не закипел? А ведь мы с вами рассмотрели только верхнюю и нижнюю часть айсберга. Причем очень бегло осмотрели. По сути, просто обозначили, не затрагивая середину. Но рассматривать мы ее будем обязательно, причем отдельно, потому что она является наиболее видимой частью. Или, если хотите, сценой действия. А теперь давайте я попробую перевести все, что вы слышали, на более-менее понятный язык. По сути, мы имеем огромную физико-химическую лабораторию вселенского масштаба в рамках локальных проявлений отдельно взятой планеты. О, как красиво завернул! Но могу еще проще. Давайте представим какое-нибудь заведение общепита. Обычно это заведение состоит из кухни, подсобных помещений и основного зала, где собираются посетители. Начнем, пожалуй, с кухни. На раскаленной плите стоит котел или кастрюля, в которой готовится какое-то странное блюдо. Где-то на уровне одной трети котла все кипит и булькает, находясь в постоянном движении. Далее на одну треть находится слой в затвердевшем состоянии, а еще одна треть заполнена паром. А рядом с этим котлом стоит повар, который постоянно что-то добавляет и помешивает. Ну а когда блюдо доходит до готовности, повар достает черпак и разливает это блюдо по тарелкам, тут же добавляя в кастрюльку все недостающие ингредиенты. Вот такой вот циклический процесс со своими пиками и спадами, ну и, конечно же, с перерывами на отдых. А еще этот повар, помимо положенного первого, второго и компота, периодически готовит какие-то авторские блюда, то есть экспериментирует. Ну и по ходу всего этого процесса на кухню забегают официанты и уносят блюда в зал для посетителей. Посетителей в зале много и они абсолютно разные и с разными предпочтениями. Хотя имеются и постоянные посетители, как в любом заведении общепита. И вот тут я вас несколько разочарую, потому что эти посетители не имеют ничего общего с местной флорой и фауной, как внутри самого ресторана, так и поблизости. Хотя сам повар местный, как и обслуживающий персонал. Но это я уже полез во взаимоотношения цивилизаций, разумных и не очень видов. О наших соседях мы обязательно поговорим, так же как и о посетителях, но не в этом выпуске. Сейчас наша с дедушкой Хельгом задача, как можно более понятно, описать происходящие процессы. Что же касается аномалий, так вот они как раз являются тем самым сопутствующим эффектом. Не побочным, прошу заметить, а именно сопутствующим. Так какие же сопутствующие эффекты в виде аномалий возникают при готовке нашего основного блюда. Их, пожалуй, стоит объединить в одну группу и назвать психофизическими, потому как мы не можем исключить факт наблюдателя, коим является человек, и воздействие этих аномалий на его восприятие. Причем под термином восприятие я подразумеваю и уровень его интеллекта, и уровень его знаний, и специализацию, и скорость обработки поступающей информации. Итак, давайте по порядку. Геологическую и космическую мы уже затронули. Следующим пунктом пусть будет хронологическая. Я ее, между прочим, уже затронул в предыдущих моих выпусках. Но это совсем не значит, что я на этом остановился. Мы еще обязательно поговорим и о более ранних исторических периодах, и о картах, и о стремлениях разных правителей исследовать и покорить это место, и почему в итоге ничего не получалось. Ну и все в таком духе. Далее у нас идут топографические аномалии, или аномалии ландшафтного дизайна. И уверяю, это очень интересная и непростая тема. Я эту тему также затрагивал в своих предыдущих выпусках, где рассказывал о дорогах, сейдах, катакомбах и развалинах. Но теперь речь пойдет о более глобальных вещах. Температурные аномалии я также озвучивал, но теперь это можно будет подать с научной точки зрения. Кстати, температурные аномалии Кольского полностью совпадают с магнитными аномалиями и никак не зависят от Гальфстрима. Затем на конкретных примерах мы рассмотрим гравитационные аномалии. Потом рассмотрим аномалию, которую военные наблюдают уже лет 70 и называют ее «ангел-эхо». Термин «ангел-эхо» применяют при описании радиолокационных отражений от оптических, но ненаблюдаемых объектов. По сути, это головная боль всех подводников. Сразу же после этого мы поговорим, конечно же, и о временных аномалиях. И нам есть что рассказать. Аномалии, которые влияют на ускорение силы тяжести, мы отнесем к гравитационным. Ну и, конечно же, мы поговорим об НЛО, НПО, пришельцах и ушельцах, то есть о тех самых посетителях нашего общепита. Ну и, конечно же, мы поговорим о наших соседях, причем в большей степени о тех, кого подводники называют главрыбой. Вот уж то-что, а тут материала собралось, хоть отбавляй. В общем, как вы уже догадались, вас ждет много интересного и уникального. Ну а я, в свою очередь, перед тем, как с вами попрощаться, хочу напомнить, что любые исследования не имеют смысла без их практического применения. И поэтому в качестве бонуса от лица дедушки Хельга я расскажу вам, что такое магниты рецепции. Информация из той самой очереди, которая сводила с ума особистов. Женщинам Советского Союза еще 80-х рекомендовали вынашивать и рожать на Кольском, имея в виду постоянные изменения магнитных и других полей. Да, образование у них не академическое, но, видимо, что-то на уровне интуиции допросочилось. Очередь рассказывала, что дети будут более здоровыми, в отличие от своих сверстников, рожденных в других регионах, так как они тренированы изменениями полей. Ну и что самое интересное, это мы и наблюдали. Ну а дальше больше. Те, кто прожил хотя бы несколько лет в наших краях, становились в большинстве своем более устойчивы по здоровью. Установлено, что в аномалии типа западные лица происходит влияние в том числе и на людей, как на разум, так и на тело. В результате тренировок и постоянных изменений градиентов возмущений в нешуточных полях, люди начинают приоткрывать древние способности. Я сейчас не буду приводить научные данные, как человека можно натренировать по измерениям с точностью не хуже приборов. Тут скрывается также другое. У человека были спящие способности, которые тут вскрываются. Я сейчас не буду заострять внимание на конкретных фактах и случаях этих проявлений. Ты и без меня хорошо с этим справляешься. И именно для этого у тебя существует рубрика, которая называется «Сказки дедушки шамана» и пусть так и будет. А помнишь, как-то ты говорил, что у тебя есть странный дар. Ты не можешь заблудиться и всегда возвращаешься в то место, откуда пришел. Причем это не зависит от того, какой путь ты выбираешь. Докладываю. У твоего дара есть научное определение и называется он магниторецепция. Термины и определения. Магниторецепция – это чувство, которое дает организму возможность ощущать магнитное поле, что позволяет определять направление движения, высоту или местоположение на местности. Органы, которые могут взаимодействовать с магнитным полем, были обнаружены у человека в области носа, а именно кленовидная пазуха и решетчатый лабиринт. Помимо этого, глаз человека имеет магниточувствительный протеин криптохром-2. Также магниторецепция у людей может быть создана искусственно, через магнитные имплантаты и внешние непостоянные искусственные органы чувств. Однако такой подход не дает почти никакой информации о врожденной способности людей к магниторецепции. По мнению японского ученого и врача Киочи Накагавы, слабеющая геомагнитная активность являются причиной многих расстройств. Плохого сна, потери аппетита, снижение иммунитета, склонности к частым заболеваниям, болезнями суставов, кожи, мочеполовой системы, нервозности и общей слабости. А если потренировать все это изменениями и повышенными магнитными полями? Правильно. Все наоборот. Исследования Накагавы получили название «Синдром дефицита магнитного поля». Впрочем, дефицит магнитного поля может быть вызван искусственно. Например, в космическом корабле или в подводной лодке создается эффект экранирования магнитного поля. У людей, попавших в такие условия на длительное время, обнаруживались значительные нарушения функциональных показателей. Наблюдалось снижение обмена веществ и уменьшение общего количества лейкоцитов в крови, а также появлялись предвестники различных заболеваний. Ну а теперь я хочу обратиться к автору и его соратникам, а именно к тем, кто проводит с ним время в экспедициях. Вы неоднократно между собой обсуждали синдром севших батареек. Теперь-то я думаю, вам понятно, что на самом деле с вами происходит. Вы попросту размагничиваетесь, и вам снова и снова, как зависимым, нужно туда возвращаться, дабы пополнить запасы. И именно от того, как и чем вы себя там наполнили, зависит не только ваше самочувствие, но и сама жизнь вне аномалии. Доклад окончил с уважением, дедушка Хельк. Ну и мне, пожалуй, пора с вами попрощаться, мои дорогие зрители. Спасибо вам за терпение и внимание, и всего вам доброго. Субтитры создавал DimaTorzok